На очередном часе образования Минздрав Республики сообщил о том, что дети стали меньше болеть по сравнению с прошлым годом. Максим Забелин рассказал, чем чаще всего болеют учащиеся. Превладает у нас заболевание системы органов дыхания, болезни органов пищеварения, глазопридаточных пазух. Общее заболевание детского населения в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, она снизилась. У детей в возрасте от 0 до 14 лет на 5%, а у подростков с 15 до 17 лет на 8%. А инвалидность заметно возросла. В 2018 году она увеличилась на 4%. Это 687 человек. Растет и показатель первичной инвалидности. К такой категории относят недоношенных младенцев с врожденными заболеваниями. В структуре заболеваний, приводящих к инвалидности у детей, это в первую очередь болезни нервной системы, психические расстройства, врожденные аномалии развития, болезни эндокринной системы и костно-мышечной системы. На часе образования обсуждалась и здоровая улыбка. Это модуль проекта «Взлетай». Согласно ему, в городах и селах Башкирии создадут 54 школьных стоматологических кабинета. Финансироваться они будут из федерального бюджета. На сегодняшний день в республике функционирует 1310 образовательных организаций, в которых работают 529 медицинских кабинетов и 152 стоматологических кабинета. В программе развития детского здравоохранения предусмотрено дальнейшее развитие школьной медицины. Нехватку медицинских кабинетов планируется компенсировать за счет мобильных стоматологических комплексов. Первый отправился в республике еще в феврале прошлого года.